Итак, друзья, продолжаю снимать видео. Сейчас я вам покажу покупки из магазина Sportmaster. Собственно говоря, приближается вело-ночь в Москве, поэтому мне нужны были несколько аксессуаров необходимых. Это передние и задние фонари, которых у меня, естественно, нет, но это никак не мешает мне ездить, соответственно, на дорогах. По трассе и так далее, в общем-то. То есть, если вы аккуратно ездите, вам, в принципе, фонари не нужны. Они нужны только для вашей безопасности, соответственно, на дороге. Итак, что же было мной куплено? Кстати говоря, сейчас в магазине Sportmaster проходит акция. Там, по-моему, начисляют 1000 баллов, так как у магазина юбилей. И, честно говоря, не могу сказать, сколько лет магазину, но, по-моему, всем пользователям они дарят 1000 баллов бонусных на карту. И вы их можете, в принципе, использовать, по-моему, по 3 июля как раз-таки. Так как мне нужны были детали, я и так собиралась в Sportmaster, и какие-то баллы у меня там уже были. Я заехала и купила следующие аксессуары. Давайте начнем. Первое – это непосредственно грипсы, ручки на руль так называемые, соответственно, фирма Stern. Этой же фирмы у меня и велосипед. У меня уже ручки, я покупала свой велосипед в 2014 году, поэтому у меня уже вот здесь с краев, к сожалению, отрывались они. И, в общем-то, уже пора их менять. Надеюсь, что они подойдут. Взяла, там были еще такие, знаете, как будто из губки сделаны, не знаю, к сожалению, материал. Они стоили дешевле, по-моему, там на рублей 200, что ли. Кстати, эти грипсы стоят, кому интересно, 399 рублей. Вот, значит, я все-таки взяла резиновые, и, насколько я поняла, они там остались одни. Резиновые, чем удобно резиновые? Несмотря на дождь, несмотря на непогоду или там жару наоборот, да, яркое солнце, даже если у вас потеют руки, резина, она крепко держит. То есть, это не то, что там вот это вот губочные, да, грипсы, которые они просто, не знаю, там промокают, либо, ну, руки потеют, да, если очень сильно жарко, то резиновые грипсы, они намного удобнее и надежнее. Поэтому я взяла. Надеюсь, что подойдут. Как раз в ближайшее время буду менять. Следующее, что необходимо было, это, конечно же, передний габаритный фонарь. У них есть различные расцветки, там, к сожалению, такого формата был только желтый. Он влагостойкий, работает, как я понимаю, 25 часов, 300 метров у него дальность освещения, готовый к использованию, то есть, там он уже с батарейками, два режима работы. То есть, это просто свет и мигающий, как бы такой вот, не знаю, как правильно сказать, в общем, мигающий, вот как раз нарисовано, да, что он в двух режимах работает. Стоимость его тоже 299 рублей. Вот. В принципе, я не знаю, кому интересно, давайте попробуем открыть. С грипсами понятно, что они резиновые. И сейчас мы с вами вот откроем и посмотрим, как работает данный фонарь. Так, ну, собственно говоря, честно, не знаю, а, вот, все просто. Можно было, конечно, открыть ножничками, но это надо вставать и идти за ними. Так, ну, собственно говоря, как он работает. Вот включается здесь кнопочка, вот так вот. Ну, вы сейчас можете видеть, да, что, соответственно, сигнал идет короткий, и третье выключение, и просто светит. То есть, в общем-то, неплохой такой фонарь. Вот. Я еще не совсем, правда, понимаю, как он крепится к велосипеду, но это мы уже будем смотреть в процессе, в процессе, в общем-то, обновления деталей. Итак, что следующее было куплено? Это, конечно же, задний фонарь. Задний фонарь, его у меня тоже, к сожалению, нет. Есть только светоотражатель. Он стоит 399 рублей. Здесь необходима батарейка 2А. Я батарейки тоже купила. Мы, в принципе, можем его сейчас посмотреть. А нет, сейчас мы с вами, наверное, не посмотрим. Его придется разрезать. Сейчас пойду схожу за ножницами. Итак, чтобы, в общем-то, не задерживать, я уже открыла. Значит, вот сам механизм. И, соответственно, даже покажу вам, как он работает. Но, естественно, надо разобраться, потому что я, честно говоря, не знаю. Так, ну, как оно здесь открывается, это еще надо понять. Так, вот, собственно говоря, в инструкции здесь все написано, что снимается верхняя крышка. Единственное, непонятно, как она открывается, потому что... А, все просто. Ну, давайте проверим, как работает. Батарейки я купила в магазине FixPrice. Про эту фирму я тоже вам расскажу немножко позже, когда буду показывать небольшие покупки из данного магазина. К сожалению, видите, просто времени не так много было. У меня очень много видео, которые я еще не выложила. Они сняты уже, наверное, как месяц. Сегодня я обязательно все выложу. Итак, вставляем с вами батарейки. Батарейки. Так. Очень интересно, потому что они сюда не влазят. Почему-то здесь нарисовано, что батарейки... А, простите, батарейки 3А. Я открыла не те батарейки. Итак, собственно говоря, нашла я батарейки 3А. Сейчас мы их с вами открываем и смотрим. Смотрим, как работает, соответственно, данный задний фонарь. Так. В магазине, конечно же, никто это не проверяет, к сожалению. Но мы сейчас с вами проверим. Так. Ну вот, собственно, оно все захлопнулось. Нажимаем кнопочку. И вот так вот работает задний фонарь. Сейчас все видно очень ярко, как он, в общем-то, освещает. Там были другие задние фонари. Или их не было. В общем, там есть, по-моему, недорогие. Там на рублей 100 дешевле. Но я взяла вот такой вот фонарь. Мне он, в принципе, понравился. Тут он тоже работает в нескольких режимах. То есть вы можете посмотреть. Вот. Ну, неплохой. Очень я довольна. И задним, и передним фонарем. В общем-то, покупка удалась. Следующее, что я также купила, это давайте мы с вами посмотрим. Очень мне хотелось приобрести давно велокомпьютер. Вот таким вот он образом выглядит. Здесь шесть функций. Стоимость его, там какая-то скидка идет, в общем, 719 рублей. Здесь нужны были батарейки 2R. Две штуки. Ну, собственно говоря, эти батарейки я тоже купила в фикс прайс. Мы сейчас посмотрим. Удобно, конечно, вот, зная магазин, да, в котором есть данные батарейки, что ты можешь спокойно прийти, купить и, в общем-то, не запариваться, где тебе их нужно искать. Потому что очень часто в магазинах, в магазинах, к сожалению, батарейки не продаются. Ну, только если на кассе, и то не везде. Итак, что у нас здесь с вами есть? Здесь у нас с вами представлена... Ну, это липкая такая штучка, которая наклеивается. Ой, ребят, извините, я вас обманула. Здесь, оказывается, батарейка входит в комплект. Вот такая вот 2032. Так, что у нас здесь с вами еще? Держатель. Еще какая-то загогулина. Я вообще, если честно, не знаю, как это работает. Технические характеристики. Настройка, эксплуатация. В общем-то, давайте посмотрим, как оно работает. Главное, чтобы оно работало. Так, вот здесь есть сам механизм, который открывается. Open, close. Так, давайте попробуем открыть. Не совсем понятно, как он работает. Главное, не сломать. Не понимаю, если честно, как работает этот механизм. Close, open. Даже так не действует. Перемотка. В общем, это какой-то отдельный надо, наверное. Не знаю даже, как оно работает. В общем, честно говоря, сейчас у меня сядет батарейка на фотоаппарате. Я посмотрю, как оно работает. Close, open. Мне, если честно, не совсем понятно, потому что... Куда-то оно должно крутиться. Ну, куда. Как оно действует. В общем, я почитаю характеристики. Обязательно вам опишу. Итак, я разобралась. Значит, чтобы открыть данный люк, нужно использовать любую монетку. Я использую 5 рублей. Значит, в левую сторону мы открываем вот таким вот образом отсек. И здесь нужно положить 2 батарейки. Значит, одна батарейка здесь уже была вложена, уже продавалась. Это размер у нас 2032. Я, соответственно, купила в фикс-прайсе такие же батарейки 2032. Здесь 4 штуки. Ну и, соответственно, мы сейчас с вами их положим. И посмотрим, как работает наш компьютер. Так, вот я уже установила батарейки. И сейчас мы с вами закроем люк. Постараемся, по крайней мере, это сделать. Вообще не знаю, как это сделать, чтобы оно было нормальным. Точнее так, нужно его закрыть в правую сторону. Сейчас попробуем также воспользоваться монеткой. Ой, тут что-то уже все повылазило. В общем, батарейки нужно вставлять плюсом, получается, вниз. То есть я правильно закрываю, но не могу, к сожалению, закрыть. Ну, сейчас попробуем еще раз. Вообще не знаю, как это организовать. В общем-то, чтобы оно смогло закрыться. Какой-то очень, конечно, сложный механизм, потому что, ну, не знаю. Так, ребят, попробую сейчас закрыть без видео и вернемся. Итак, в итоге разобрались, что все-таки здесь в механизм нужно вставлять одну батарейку, не две. Хотя почему-то на самом, на самой коробке написано, что нужно вставлять так. Вот это вот, конечно, не очень удобный механизм. Написано, что нужно вставлять две батарейки. В общем, вот он таким вот образом работает. Не совсем понятно, почему производитель указал, что здесь X2, то есть нужно для работы две батарейки. Что это значит, не совсем понятно. Две батарейки он не берет, берет только одну. Ну, вот таким вот образом выглядит сам велокомпьютер. Соответственно, весь функционал описан также в инструкции. Можно с ним будет ознакомиться. Следующее, что также было, это... Носки для фитнеса здесь две пары фирмы Демикс. И последнее, что было также куплено в магазине Спортмастер, это ароматизаторы для спортивной обуви и сумок. Очень хорошая вещь. Стоила она всего 299 рублей, кому интересно. Носочки стоили 199 рублей. Вот. Ну, собственно говоря, вот такие вот покупки были в компании, точнее, из магазина Спортмастер. Я сейчас уже пойду как раз-таки устанавливать все эти детали на велосипед. И надеюсь, что все это мне долго прослужит. Очень рада, что наконец-таки удалось купить велокомпьютер. Это незаменимая вещь как раз-таки для моего велосипеда. Ну что ж, всем пока. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует.